Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова В Оренбургской области И, конечно, нефть своим объемом всегда влияла на общий товарооборот И была поставлена задача найти новое направление, новые позиции Я считаю, успешно эта задача реализуется, продвигается Мы сегодня на встрече с губернатором подробно это все обсуждали Конечно, центральная тема – это промышленность, взаимодействие в сфере промышленности Оренбургская область покупает очень много белорусской сельхозтехники Наши известные бренды – тракторный завод, Гомсельмаш, комбайны, зерные, кормоуборочные БелАЗ очень активно работает на местных горнообогатительных комбинатах Начались поставки нашей техники Амкадор Коммунальная, дорожная в рамках ухода западных компаний с рынка Они постепенно начинают замещать эти ниши Но губернатор правильно сказал, что настало время, учитывая емкость рынка Оренбургская область имеет серьезный аграрный потенциал Один из ведущих в России регионы по количеству пашней, по объему собираемых сельскохозяйственных культур Поэтому, естественно, нацеленность на реализацию региональных программ В части повышения вооруженности сельского хозяйства, увеличения количества техники Снижение нагрузки на единицу по убираемым площадям и прочим производственным показателям Они требуют то, что на территории региона должны появиться сборочные кооперационные площадки И сейчас губернатор откровенно об этом сказал Есть предложения из разных стран, от разных производителей И потенциально, если мы не будем в этом участвовать Во-первых, Беларусь потеряет доступ к программам субсидирования местным И второе, она потеряет емкость рынка в среднесрочной перспективе до 2030-2035 года Поэтому задача очень простая по текущим объемам продаж Это улучшать представительство диверской сети Увеличивать сервис, работать над компонентной базой Правильно губернатор сказал, допустим, при таком количестве поставляемой белорусской техники Нет шин белорусских, наш известный бренд Белшина тоже Сейчас будем рассматривать возможность тоже открытия дилерства И поставки в эти сервисные центры, которые занимаются обслуживанием нашей техники Поэтому это центральное направление Плюс, если возвращаться к сельскому хозяйству Учитывая программу по строительству крупных комплексов Свиноводческих, птицеводческих, крупного рогатого скота То помимо участия в самих этих проектах Мы можем говорить о таких новых направлениях Как, допустим, зерносушильные комплексы Вот тот же производитель Амкадор в соседней Башкирии Открывает крупный завод Сейчас вот сегодня его презентовали В рамках выставки губернатор сразу сказал Что, конечно, в рамках потребности области Мы можем разместить большой заказ здесь Но, опять же, важны элементы определенной локализации Чтобы какие-то компоненты производились здесь То есть видно нацеленность руководства региона На создание промышленного потенциала На укрепление промышленного потенциала Именно с точки зрения конкретных производств Необычной торговли Понятно, что регион крупный У региона большие потребности Но нужно размещать производство именно здесь И вот с учетом обсуждавшейся возможной кооперации По шасси МАЗа Когда мы могли бы поставлять наши шасси А уже здесь сделать либо зерновозы Либо коммунальные машины Либо дорожные машины И это был бы уже совместный союзный продукт Это были бы рабочие места здесь Это было бы сохранение компетенций в Беларуси И это было бы всем выгодно И такие примеры в других регионах есть У того же МАЗа только 26 вот таких сборочных Совместных кооперационных производств По всей России нужно подобрать модель Вот которая была бы выгодна допустим Для Оренбурга Еще интересное направление Это тема жилищно-коммунального хозяйства и строительства В области реализуется большая программа Реновации жилья Регион, вот как проинформировал губернатор Один из ведущих в России по сути По темпам обновления лифтов старых Которые уже выходят из эксплуатации На первых местах Регион один из ведущих по строительству дорог По чистой воде По строительству очистных всяких сооружений У нас есть ряд компаний в Беларуси Которые в принципе заинтересованы Они тоже реализовали сотни проектов в России Но вот здесь почему-то никто не презентовался Никто не представлялся Поэтому вот наша задача по итогам Визита сегодняшнего тоже Вот соединить заинтересованных субъектов В Беларуси в Заренбургской области Закреплен, скажем так, министр легкой промышленности У нас сохранены предприятия И сохранено по сути даже такое ведомство Отдельно в составе правительства Вот мы сегодня вот не зря находимся здесь Будем смотреть фирменный магазин Белорусских производителей Который они открыли в другом месте Но по определенным причинам Переехали сюда как на более перспективную площадку И рассматривают возможности расширения И создания полноценного мультибрендового Центра белорусских товаров Ну вот уже коллеги Руководители центра пошли шире Они предлагают уже соседние площадки отдать для белорусских мебельщиков Потому что есть фирменные магазины нашего Пинцгдрева Известная компания Самая, наверное, известная компания в Беларуси Мебельная в самом Оренбурге Но вот нету какого-то кластера Где бы были представлены все сегменты мебельной продукции Поэтому он будет такой, я подозреваю, мебельный магазин у нас Магазин товаров легкой промышленности Ну и возможно по продуктам питания Учитывая тоже известность и любовь оренбургцев К белорусским сырам, белорусским колбасам Тоже вот просят что-то сделать еще и по продуктам питания Конечно, это же белорусская косметика Да, с удовольствием С удовольствием Вы абсолютно правы Белорусская косметика У нас есть, как мы его часто называем Такой тестовый павильон ВДНХ в Москве Белорусский павильон Там президентом была поставлена задача обновить его концепцию И он такой уже торгово-презентационный, скажем так И действительно туда наши известные компании представляют только новинки Только новинки Мы там обкатываем на москвичах И потом уже распространяем дальше по регионам И вы правильно заметили Из всего ассортимента белорусских товаров на ВДНХ Косметика занимает первое место По продажам Верене Николаевич, вы частично уже ответили на мой следующий вопрос По поводу сотрудничества, развития его Наверняка знаете, что на Оренбургских полях работает порядка 16,5 тысяч тракторов И половина из них именно техника Минск-тракторного завода Марки Белорус И частично сказали, что есть и совместные предприятия, которые действуют Как на территории республики, так и у нас Вот именно в сегодняшних условиях такого жесткого санкционного давления, внешнеэкономических факторов Где еще мы можем друг другу помочь? Мы можем помочь абсолютно во всех сегментах Для наших производителей это шанс Для них санкции это спасение И они, мне кажется, рады и довольны, что освободилась такая ниша рынка И мы сейчас совместно, Россия и Беларусь, в рамках кооперационной работы Очень важны Вот это тоже хрестоматейный, по сути, пример последнего года Это сотрудничество Гомсельмаша и Россельмаша Два наших ведущих производителя комбайнов Которые раньше очень жестко конкурировали Не общались там, не дружили Сейчас они работают вместе Друг другу помогают Работают по совместным машинам, по рынкам Ну, просто любо-дорого, как говорится, посмотреть Таких примеров должно быть больше Оказывается, вот как выяснилось сейчас У нас компании не только топовых, брендовых Но и среднего, и малого уровня Которые занимались и навесным оборудованием Агрегатами различными, сельскохозяйственными Кому в коммунальном том же сегменте активно работали Но их, ну, как бы, постоянно затирали Эти большие, в том числе, западные игроки Они были не видны Сейчас они, как бы, расправили плечи Увеличивают объемы И, на самом деле, вот в общем портфеле Если говорить и по Белоруссии, и по России И Оренбургской области В частности, мы с губернатором сегодня обсуждали Вот эти средние производители, ну, они набирают вес И они видны, и они предоставляют абсолютно конкурентные продукты По цене и по качеству Их надо поддерживать всячески Поэтому для них, для производителей техники Машин, оборудование сейчас просто золотое время И шанс занять вот эти все ниши Дальше, конечно, большой блок – это наука Ну, в частности, с Оренбургом у нас подписано 23 только соглашения Между ведущими вузами На самом деле, их больше Я губернатору приводил пример Что в моем сегодняшнем пакете к встрече Наверное, треть занимала именно блок образования и науки Появилось очень много проектов Он правильно отметил Здорово, что мы начали Пошли, допустим, в сферу медицины В такие вот специфические области Где раньше не сотрудничали вообще Но наши ученые, для них шанс тоже Вот с полок своей все разработки и наработки Которые они и АПК, и промышленность, и транспорт И абсолютно все сферы Есть шанс реализовать в рамках региональных, федеральных программ Совместных программ поддержки союзного государства Два наших президента сказали Обязательно поддерживать науку и вот эти импортозамещающие проекты Конечно, есть топовые сферы, которые на слуху Которые, ну, как бы критичные сегодня для импортозамещения в целом Это радио, микроэлектроника Это авиастроение Это станкостроение Там подписаны уже отдельные, ну, межправительственные программы Между нашими странами И там вот мы сейчас обсуждаем Как с регионов наполнять эти программы И с точки зрения потребностей И производств конкретных Вот, но наука Она должна вот сегодня стать, я считаю Очень серьезным драйвером вообще экономического развития И борьбы, как островным инструментом борьбы с санкциями с западными Вернинграды, знаю, что у вас плотный график Не буду больше задерживать Спасибо, что нашли время для нас Спасибо вам большое Субтитры сделал DimaTorzok